День стол Welcome в студию Андрей Дреер. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Трифт на тепло в Барнауле снизится на 109 рублей. Но почему это не гарантирует снижение цен? Могут ли опередить сроки? Что происходит на строящемся мосту в Заринске? Говорить об улучшении ситуации на Алтай пока рано. Что рассказали врачи в день борьбы с онкологией? Квитанции с заоблачными ценами на коммуналку получили барнаульцы за январь. Дороже всего обходится отопление. Причем тариф не изменился. Мало того, с июля в Барнауле он снизится на 109 рублей. Об этом сегодня заявил замначальника краевого управления по регулированию цены тарифов. Одна из ключевых причин снижения стоимости угля. Почему же цифры в платежках в новом году вряд ли пойдут на спад? Расскажем далее. 1 июля в крае изменятся коммунальные тарифы, но разницу жители вряд ли ощутят, считают чиновники. Средний рост в регионе составит 2%, до 6% в большинстве муниципальных образований, их 384%. Непривычные цифры в квитанциях люди уже получают, но компенсация будет. Величина, выше которой любой рост платы граждан должен быть компенсирован. Вот на сегодняшний день 79 муниципальных образований в Алтайском крае, где реальный рост тарифов приводит к повышению платы граждан больше, чем на 6,2%. Соответственно, он должен быть компенсирован. Сегодня принята схема, когда эта компенсация выплачивается из средств местного бюджета. И все еще есть территории, где тарифа нет. Например, Первомайский район. Там нет единой теплоснабжающей организации, так же, как и в Волчхенском. В последнем из-за этого возникают проблемы при перерасчете. Жителям Волчхи за январь начислили сомы в 2-3 раза меньше, чем должно быть. Возместит их также местный бюджет. Размер недоплаченных субсидий от 2 до 30 тысяч рублей. Еще в одном проблемном пункте, Яровом, подорожание тарифа ждут с ужасом. Квитанции потяжелеют по подсчетам жителей где-то на тысячу рублей. Если так же оборудование не будет меняться, ну извините, а на каком основании тогда вы повышаете? Вы куда денежки аккумулируете и почему тогда нет ничего? Да, Край, он все-таки там поддерживает нас и смотрит и уголь и тому подобное. Но надо смотреть в корень, чтобы вот этого не было каждый год. Давайте менять оборудование. Нормативы пересмотрели и за вывоз мусора. Дифференциации город-село больше нет, но появилось деление по типу домов. Жильцам квартир определили норму в 121 литр с человека в месяц, частных домов – 125. А вот у предложения платить за вывоз по факту вывезенного объема есть трудности. Те контейнерные площадки, где будет по факту определяться объем отходов, они должны очень четко быть закреплены за тем кругом потребителей, жителей, которые относятся к этим контейнерным площадкам. Потому что если будет кто-то сбрасывать свои отходы в эти контейнеры, то люди будут платить больше. А еще стоит учесть количество проживающих. И в целом оплата по факту будет возможна при раздельном сборе мусора. Но инфраструктура территории к этому пока не готова. Так что платежные документы на коммуналку в этом году явно еще не раз удивят жителей края. Анастасия Драган, День с толком. Уже более 2000 смертей зарегистрировано в ковидных госпиталях Алтайского края с начала пандемии. За сутки скончались еще 13 человек с диагнозом COVID-19. В тяжелом состоянии сейчас находится 345 пациентов к аппаратам ИВЛ. Подключены 86 жителей региона. Также за сутки выявлено 180 новых случаев заражения. Тем временем Краевой Минздрав ждет новую партию вакцины от коронавируса. Более 15 тысяч доз. Добавим, уже 14 тысяч жителей региона поставили себе спутник ВИ. Возможно, закончат строительство раньше срока. Так высказался подрядчик о реконструкции моста в Заринске. Жители микрорайона Сорокино уже больше года отрезаны от основной части города. Обветшалый мост власти были вынуждены закрыть. Итак, что происходит на месте работ и почему строители так боятся паводка? Расскажем далее. На реконструкции моста, что соединяет микрорайон Сорокино и остальной Заринск, одновременно задействовано 30 человек. А тысячи местных жителей контролируют. Мост, гаража нам необходим. На месте работ уже бывал министр транспорта края. Теперь приехал депутат Госдумы Александр Прокопьев. Он обсудил детали с главой города, подрядчиком и представителем проверяющей организации. А все-таки с этим пролетом что произошло? Ну, вон разорван. Вот три нифти, вон разорван. Металлические фермы лопнули. Один пролет стал проблемой, а после и причиной закрытия моста. Конструкция не была рассчитана на большегрузную технику, но некоторым грузовикам закон нипочем. Теперь подрядчик снимает верхнее покрытие и демонтирует пролеты. Организация из Новосибирска «Союз Дорстрой» в ноябре затянула с началом работ. Мы рассказывали об этом сейчас. Представитель подрядчика говорит даже о возможном опережении сроков. Но на пути к перевыполнению плана лежит преграда. Нужно успеть выполнить важную часть задуманного до начала паводка, преодолев все сложности. Основные сложности – это, конечно, аварийный пролет, который нам надо демонтировать. Сейчас как раз возводится временная опора, чтобы снять нагрузку с него, предотвратить разрушение дальнейшее. Тоже вот одни из сложностей – это сжатые сроки в этом вопросе. Грубо говоря, осталось тут у нас по-хорошему два месяца, февраль-март. В апреле уже пойдет паводок. Вот за два месяца нам надо успеть имитировать 15 баллов, то есть три пролета. Подрядчик гонится за сроками. Администрация Заринска специально наняла независимую организацию из Томска, которая будет оценивать качество. Работа наша заключается в полном контроле, начиная от материалов, входящих на строительную площадку. Также мы контролируем весь процесс строительства согласно нормативной документации и проектной документации. Также осуществляем полный контроль исполнительной документации. То есть все бумаги, журналы и прочее мы полностью контролируем весь процесс. То есть без контроля томичей новосибирцам Алтайский мост не сдать. Да и жители Заринска за ходом работ следят внимательно. Конечно важно, чтобы эти сроки соблюдались и более того, этот мост находится по сути у всех на обозрении и каждый житель Заринска может наблюдать за этим строительством. И если, не дай боже, сроки соответственно будут срываться или работы остановятся, безусловно, можно будет обратиться и непосредственно в администрацию, и ко мне лично, и конечно же написать в соцсети. Чтобы не ходить по тонкому льду, подрядчику придется успеть до апреля. А дальше летние работы и официальный срок сдачи в эксплуатацию. Конец сентября. Андрей Дреер, Алексей Фризин. День с толком. Мэрия Барнаула разрешила провести митинг противникам застройки сквера на площади Сахарова. Об этом в соцсетях сообщили сами организаторы. Правда, пройдет мероприятие на площади Свободы. Тема – судьба не только сквера на Сахарова, но и других зеленых зон Барнаула. Парков, городских лесов, рощ и так далее. Отметим, в последнее время участились скандалы, связанные с вырубкой зеленых зон и их застройкой. Организаторы намерены призвать городские и краевые власти к тому, чтобы все решения, которые касаются насаждений, решались только с участием общественности. Ранее они организовывали сбор подписей по этому вопросу и разместили петицию в интернете. В общей сложности инициативу поддержало более полутора тысяч человек. Десятки погибших, многомиллионные убытки и крупные штрафы в Главном управлении МЧС по краю сегодня подвели итоги. Более 13 тысяч пожаров произошло на территории края в 2020 году. Многие из них закончились трагедией. Так почему же гибнут люди, расскажет моя коллега Ирина Карчагина. Это кадр одного из самых нашумевших пожаров 2020 года. Исчезло еще одно старинное здание на Пролетарской. Соседи были уверены, заброшенный дом случайно подожгли бомжи. К счастью, пожарные быстро устранили огонь, и никто не погиб. А ведь всего за год огонь унес жизни 178 жителей края. Умерло 8 детей. 70% техногенных пожаров произошло в жилом секторе. Основными причинами пожаров явились неосторожное обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, электротехнические причины. Он прям сильно смотрит, говорит. И прям дом, Саша. Прям дом. Люди есть, он уже говорит. В доме люди есть. Буквально на выходных на переулке Ядринцево произошел серьезный пожар, в результате которого одна часть здания сгорела полностью, не обошлось без жертв. Мужчина с 40-го года рождения был найден мертвым. Там также пострадала женщина с 49-го года рождения. Она получила травмы и была госпитализирована. В деле сейчас разбираются следователи. По их данным, хлопок газовоздушной смеси мог произойти в результате действий сотрудников газовой службы, которые находились в доме в день пожара. Всего лишь за год в регионе произошло более 13 тысяч возгораний. Ущерб на 20 миллионов. Об этом сегодня сообщили в главном управлении МЧС. Кстати, сегодня здесь же озвучили, что в связи с пандемией малый бизнес не будут кошмарить проверками МЧС. В этом году у нас субъекты малого бизнеса не проверяются. И, как я уже сказал, были внесены изменения в план. Более 500 проверок мы исключили. К слову, некоторых предпринимателей стоит проверять почаще. В 2020 году сотрудники МЧС выявили почти 150 нарушений на турбазах края. Чтобы спастись во время пожара, например, на турбазе «Горное солнце», туристам приходилось выпрыгивать с третьего этажа. Так что к гибели людей может провести любая халатность. Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком. Барнольцы в соцсетях начали задаваться вопросом, почему не горит огонь на мемориале славы, которые находятся на Площади Победы. Горожане утверждают, что заметили перебой еще осенью. Однако, как нам пояснили в мэрии, огонь на данном мемориале не является вечным. Иными словами, это огонь памяти, который горит в определенные дни. Причем порядок устанавливается Министерством обороны. Так, огонь памяти жители краевой столицы могут увидеть 9 мая, в день начала Великой Отечественной войны, в день народного единства и на другие памятные даты. Ближайший повод зажечь его 23 февраля, День защитника Отечества. Мошенничество и растрата в крупном размере. Таковы обвинения задержанному Андрею Овсянникову, экс-главе Октябрьского района Барнаула, с июля по декабрь 2017 года. Когда были совершены преступления, чиновник еще работал руководителем Лебяжинской администрации. Тогда он при помощи подельника изготавливал фиктивные договоры подряда на благоустройство и проведение культурно-массовых мероприятий. В итоге бюджет города потерял больше 157 тысяч рублей. Позднее Овсянников якобы заключал договоры на благоустройство и расчистку дамбы и получил вместе с сообщником еще 450 тысяч рублей. Напомним, в администрацию Октябрьского района чиновник пришел на смену Вячеславу Новикову, но не проработал и трех месяцев. Добровольно подал в отставку в конце января. Продолжим. Говорить об улучшении обстановки по онкологическим заболеваниям в Алтайском крае пока рано. Об этом сегодня, во всемирный день борьбы с онкологией, заявили алтайские онкологи. И хотя в 2020-м статистика вновь выявленных злокачественных опухолей по сравнению с прошлым годом снизилась, на то есть свои причины. Подробности у Валентины Аскеровой. Выявили меньше, заявили онкологи на пресс-конференции, причем почти на полторы тысячи опухолей. Правда, случилось это, скорее всего, в связи с ограничением плановых медицинских осмотров. Сейчас вот те пациенты, которые сидели на ограничении 65+, должны подняться с диванов и дойти до терапевтов, до гинекологов, до смотровых женских и мужских кабинетов. Там их обязаны посмотреть, внедриться в программу, соответственно, первого-второго этапа диспансеризации. То есть сейчас пришла пора активной работы. Кстати, средний возраст заболевших – 62 года. У мужчин в тройке лидеров, так же, как и в предыдущие годы, рак легких – предстателем железы кожи. У женщин – молочной железы, кожи и кишечника. К слову, больше половины онкопатологии были диагностированы на второй-третьей стадии, то есть тогда, когда болезнь успешно подается лечению. По-прежнему основными факторами, провоцирующими рак у жителей Алтайского края, уже давно являются не ядерные испытания в Семипалатинске, а неправильный образ жизни, отмечают онкологи. Активность физическая у населения снизилась. То есть это интенсивный умственный труд, это загруженность, это стрессогенные факторы, это вот именно такой прессинг эмоциональный, который дает толчок к развитию онкологического заболевания. А еще неправильное питание элементарно та же газировка должна быть под запретом, а также все остальные продукты с добавками. Самые полезные продукты – это которые хранятся с минимальным количеством времени. То есть то яблочко, которое вы берете, не то, которое блестит, а то, которое покусанное червячком, оно может быть выглянет некрасиво, но оно как раз и будет самое полезное. В этом году от злокачественных образований умерло на 100 человек меньше, чем в прошлом. Достичь этого удается, по словам медиков, благодаря внедрению ряда современных методов лечения, в том числе и лучевой терапии. Строительство лучевого корпуса с установкой двух ускорителей, которые позволят нам довести, так сказать, ту самую конформную лучевую терапию, доля которой сейчас составляет 45% по одним локализациям, это самая меньшая процента, а по другим – 57% до 95%. С помощью современных методик 3D-конформная лучевая терапия удается прицельно единым курсом облучать только опухоли. Здоровые органы и ткани остаются невредимыми. Благодаря строительству нового лучевого корпуса, который должен появиться в регионе в течение ближайших четырех лет, такой метод эффективного и щадящего лечения станет доступнее в разы. Смертность должна пойти на снижение. В году 2020-м статистику вмешался коронавирус. Если бы не он, 98 больных раком могли бы прожить дольше. Валентина Аскерова, Николай Шилко, День с толком. Сегодня в Крае завершает работу главный внештатный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов. В течение двух дней он побывал в районных поликлиниках и посетил краевой кардиоцентр, чтобы оценить качество помощи сердечникам. По оценке московского специалиста, за последние годы в регионе появились существенные точки роста в этой сфере. Применительно к больным с острым коронарным синдромом сейчас налажена центральная маршрутизация, единая диспетчерская, существенный прогресс в плане развития сети сосудистых центров и повышения эффективности их функционирования. Но вот сейчас открылся еще один первичный сосудистый центр, переправлено сказать, первичное сосудистое отделение Рудцовский. Специалисту есть с чем сравнивать. Во-первых, бойцов в таких поездках курирует четыре федеральных округа, в том числе Сибирь. А во-вторых, только за последние полгода он на Алтае уже во второй раз. Столь пристальное внимание связано с коронавирусом. Медик оценивает, как в непростых условиях оказывают помощь сердечникам. Он посетил Павловскую и Тольменскую ЦРБ, краевую больницу скорой помощи, краевой кардиодиспансер. По его словам, замечания есть, но они общие для всех территорий. Это рост смертности, как правило, хроников во время или уже после коронавируса. Вместе с региональными коллегами он будет и в дальнейшем разрабатывать тактику для предотвращения осложнений. Первым спектаклем театра «Кукол-сказка» представленным на новой сцене нового здания станет рассказ собаки по произведению Марка Твена. Сегодня в театре прошел первый художественный совет, куда специально прилетел режиссер-постановщик из Санкт-Петербурга. Подробнее Илья Кочетков. Театр детской скорби, так полушутя полусерьезно, называет жанр, в котором ставит свой новый спектакль Алексей Смирнов. Столичный режиссер уверен, кукольный театр способен на гораздо большее, чем принято считать. Мне нравится, когда все-таки в зале у зрителей не грустно, а все-таки больно. Тогда какие-то вещи он понимает гораздо более осознанно и, наверное, это оставит больше след, чем «Ой, было грустно, ой, было как-то весело». В основе спектакля одно из самых необычных произведений Марка Твена – рассказ собаки. Это пронзительная история собаки, всецело посвятившей себя служению людям. После того, как люди ее жестоко предают, животное задается вопросом, а стоило ли быть такой любящей? Ценят ли другие твою преданность? Сам спектакль будет теневым впервые в истории барнаульской сказки. Но то, что куклы будут плоскими, задачу не сильно упрощает, ведь героев десятки. Вот эта женщина и вот этот пастор – это как раз возносящиеся, которые оставляют собак здесь на земле. То есть они вот туда вознеслись наверх, а собаки не понимают, а что с этим делать, и смотрят туда. Такая маленькая картинка, но, к сожалению, для маленьких эпизодов нужно будет делать кукол. В зале актеры, чьи руки и голоса оживят в итоге героев этой собачьей истории. Директор театра говорит, хотя подготовка начинается здесь, в нынешнем здании сказки, сама премьера случится уже в новом здании. Напомним, туда театр планирует переехать уже в марте этого года. Весь май – это постановочный процесс, и где-то в конце мая мы планируем представить публике уже премьерную постановку этого спектакля. Если очередной виток пандемии не сдвинет сроки, следом зрителю ждет настоящий букет премьер. В июне и в августе в сказке тоже будут работать приглашенные режиссеры. Среди постановок ставшие знаменитой современной пьесой для взрослых «Человек из Подольска». Илья Кочетков, Дмитрий Денисов, День с толком.